Таджикистан Таджикистан Материалы второго раздела отражают инициативы Рахмона в международной политике по вопросам водной проблематики и глобального изменения климата, путей решения афганского кризиса и тому подобное. Наблюдатели отмечают, что в Таджикистане уже на протяжении многих лет практикуется принуждение жителей к покупке и изучению каждой из книг Эмамали Рахмона. В первую очередь к подобному принуждаются чиновники, а также сотрудники бюджетных учреждений, школьники и студенты высших учебных заведений. Таджикские спецслужбы похитили гражданина Таджикистана в Москве. Об этом сообщает информационное агентство «Настоящее время» от 17 июля. Гражданин Таджикистана Абду Шукур Хакимов несколько дней тому назад пропал в столице России, где проживал со своей семьей. Мой муж утром пошел, как обычно, на работу. И в 6 часов вечера я получаю сообщение с его старого номера, что его похитили. Рассказывает Хажирхан Махтиханова, супруга Хакимова. И сообщение стало ясно, что похитители везут молодого человека в аэропорт Домодедово. По приезду Хакимова-Хажирхан в аэропорт Абду Шукур Хакимов уже находился в пограничной зоне, и встреча не состоялась. Больше Абду Шукур не выходил на связь с родными. Только спустя несколько дней он был найден в следственном изоляторе города Худжанда в Таджикистане. Также направилась в Домодедово на такси и обратилась в местное... Родственники Хакимова предполагают, что молодой человек был похищен таджикскими спецслужбами из Москвы и отправлен на родину самолетом. Родные Хакимова сообщили, что молодому человеку постоянно звонили сотрудники правоохранительных органов Таджикистана, упрекали, что он был в Турции и Египте, и требовали, чтобы он вернулся на родину. Также они постоянно приходили домой к его родителям и требовали возвращения сына. После таких звонков и визитов к его родным Абду Шукур, опасаясь за свою безопасность, решил не ехать в Таджикистан. Но в России он ни от кого не скрывался. У Абду Шукура на их дивении было пятеро детей, трое своих и двое детей его сестры. «Формируются каналы переброски террористов в Таджикистан и в Россию». Правозащитники оценивают, что такое тесное сотрудничество спецслужб России и Таджикистана ставит под угрозу жизнь каждого неугодного для режима гражданина. «Вообще похищений жителей Центральной Азии, граждан в основном Узбекистана и Таджикистана, у нас довольно много. Но я думаю, что я знаю за последние годы порядка 20 таких случаев. Почему они пытаются быстро повернуть? Потому что Европейский суд стоит на страже людей, которые могут подвернуться пытками в той стране, куда их Россия готова выслать». Признает правозащитница Светлана Ганнушкина, председатель комитета гражданское содействие. Запасы золота на месторождениях Таджикистана составляют 200 тонн. Об этом заявил первый заместитель главы, таджик глав геологии Рахманбек Бахдавлатов. По его словам, если провести подсчет по категориям, то данная цифра достигает 400 тонн. На сегодняшний день в стране насчитывается порядка 40 действующих и перспективных месторождений золота. Разработка проводится на 14 месторождениях. На других перспективных месторождениях проводятся геологоразведочные работы по определению запасов золота, после чего они будут переведены на баланс государства. Всего по стране зафиксировано порядка 600 месторождений, в которых имеется 800 видов полезных ископаемых. Напомним, что большая часть всех добывающих золота предприятий в Таджикистане принадлежит иностранным компаниям, в частности китайским. АВАЛИТ КИЛОЙ ПАКРУТ КИЛОЙ ШАРИВАДАТ КИЛОЙ ШАРИВАДА